Слава Богу! Собор, Преображенский Собор, где двое, даже во имя Господня, там и Господь сказал, я посреди вас двое или трое, и вот Господь собирает нас Духом Святым, слава Богу за интернет, Божий такой инструмент сегодня, и поэтому кто подключился онлайн, кто подключается, кстати, там есть написано, кто подключился, нет еще. Я, в принципе, дал уже объявление, да, значит, подключайтесь, кто подключился, дайте ссылочку, там, друзьям, там, в своих сетях социальных, на Фейсбуке я не смог выставить, у меня заблокирована, к сожалению, страница сейчас, вот, значит, но написано, что через час она будет разблокирована, то есть я там написал объяснение, что это, ну, как бы, не имеет основания блокировка, но мне известили, что через час будет только лишь разблокировка, то есть, получается, да. Ну, попозже я тоже подсоединюсь и на Фейсбуке, вот, а так, на дополнительных страницах на Фейсбуке своих, слава Богу, есть еще дополнительные страницы, я разместил уже объявление, да, вот, поэтому, кто подключается, поделитесь и на Фейсбуке, и также в социальных сетях, там, других, там, Одноклассники, ВКонтакте, я тоже дал объявление уже. Преображение, тема преображения Господнего, слава Богу, вот, отец Максим, да, здесь у нас идет онлайн уже, трансляция, приветствует, да, слава Богу, вот, и с Минска Андрей, да, слава Богу, как раз передал привет от Кифы, так что, Кифа, если подключился уже, или подключаешься, или потом записи посмотришь, то от тебя лично уже с самого утра уже был привет передан, да, спасибо, поэтому всех обнимаю, целую, благоставляю и Кифу, и нашего епископа Юрия, да, с Крыма благоставляю, обнимаю тоже, привет с Киева, отец Юрий тоже, надеюсь, уже подключился, вот, и всех братьев, Алексея Ивановича, да, отец Максим, сообщи Алексею Ивановичу, пусть подключается тоже сейчас, скажи, что вот на Ютубе сделал трансляцию как раз, чтобы Алексей Иванович наш тоже порадовался, физически не может быть он сейчас с нами, хотя он в Киеве, но не может быть с нами, молимся за исцеление полностью, восстановление, вот, и я писал даже в социальных сетях, там молимся за восстановление после операции, вот, скорейшее его восстановление, слава Богу, потому что хочется видеть лицом к лицу уже его. Вот, но, значит, слава Богу за интернет, что можно вот таким образом как раз вот, значит, даже и собор проводить, интересно, вот, у меня, честно говоря, такой первый опыт с собора онлайн, с трансляцией такой, но это хорошо все, слава Богу. Вот, и благодарю Бога, что я снова в Киеве, благодарю Бога, что все, знаете ли, усмотрелось, и я смог приехать в Киев, слава Богу. И, знаете, здесь, конечно, вот, ощущается, вот, действительно, вот это вот, ну, как сказать, ветер перемен, что ли, определенных, да, вот, духовно. И, ну, не знаю, я здесь как в своей тарелке просто молюсь и вот, как дома просто, как дома, слава Богу. А тема преображения сегодня вообще в календаре, в православном календаре, да, церковном, в общем, сегодня предпразднество называется, преображение. Господу Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, то есть предпразднество. Ну, это, опять-таки, библейская традиция, потому что в Писании, там, помните, когда Господь давал праздники, да, то Он говорит еще предпразднество, еще там пару слов такое звучит, предпразднество. Вот, и хотя в еврейской традиции это не развита была, тема предпразднеств, но в церковной, православной, христианской традиции и в старой католической традиции эта тема была очень сильно, в общем-то, поднята. На вооружение, взята на вооружение и развиты. Предпразднество, как отдельный даже праздник, потому что, знаете, как вот, знаете, как вот увертюра, да, это еще не сама опера, но это уже что-то очень важное, значит, по этой увертюре можно иметь уже некое такое представление, анонс какой-то, какое-то вхождение, какое-то вот импрессия, вот это впечатление о том, что будет дальше звучать. И вот предпразднество, значит, сегодня воскресенье и сегодня вот это собрание, где двое или трое во имя Господне, там и ягод Господь посреди них в этом соборе сейчас. Собор, от слова собрание, собрание, но собор, мне само слово больше нравится, оно, братья, как, не просто даже собрание, собор, оно нечто о большем, да, говорит, вот, ассоциации, вот, какие, Андрей? Сообщенность, спульнота, супольность, родственные слова, что-то, спельнота, что-то совместное, одно тело, одна ветвь, что-то вот такое. Да, Максим, как? Ну, у меня такое, оно не может быть не совсем корректно, вот знаете, как сходка, какие-то вопросы решить, оно как бы, такое криминальное собрание, оно указывает, так как бы, все собрались, решили все вопросы, всех ясно, все понимают, все знают, что делать, в каком направлении двигаться. Сообщенность, да, да, то есть, кстати, вот слово сообщенность, сообщенность, общая и со, да, все, сообщенность, собор, сообщенность, вот, вот, такие ассоциации. Съ, да, вот, как съезд такой какой-то, ну, не просто сели и посидели, а вот какие-то конкретные задачи с дальнейшей реализацией. О, кстати, очень классно, потому что, то, что отец Максим сейчас сказал, это, по сути, вот, помните, собор, мы называем его собором, да, апостольский собор. Да, первый самый апостольский собор, когда, значит, апостолы и первые, там, верующие, служители, да, той церкви, ранней церкви, еще, деяния и времен деяния апостолов, вот, когда собрались все вместе. В подробности малоизвестны, потому что мы, там, знаем только лишь то, что записано в писаниях, там, в деяниях апостольских, допустим, и частично немножко в посланиях. Вот, значит, рассказывается, значит, по сути, развивается тема, которая звучала там, как раз, на соборе. Но, в общем-то, да, собор еще имел в виду именно как раз вот конкретное действие. Спасибо, Господи, за все. Благодарю Тебя за, действительно, Твою милость и благость. Благодарю Тебя за Твой собор, Твое собрание, Господь, Духа Святаго, Преображенский собор. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий. Благослови, Боже, всех нас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, всех братьев, кто сейчас и онлайн подключился, и кто будет подсоединяться позже, и те, кто потом в записи будет смотреть видео. Благослови во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Пусть свершится воля Твоя, пусть Твой Дух Святой укрепляет нас. Те, кто сейчас не нужен, болен, благослови, Господь, исцелением своим, прикоснись во имя Иисуса Христа. Боже, пусть и Алексей Иванович, и все братья, сестры, кто сейчас нуждается в этом исцелении божественном, будут благословены исцелением Твоим, Господь. Благослови, коснись, Господь, и исцели, во имя Иисуса Христа. Во славу Твоего великого имени. Аминь. Благослови, Господь, Боже, братьев, Боже, и Кифу благоставляю. Благоставляю тебя, Кифа. Вот, если ты подключился, если нет, то потом уже в записи посмотришь, как я тебя благоставляю. Вот, значит, нашего отца Павла благоставляю, епископа Павла. Я по телефону общался с Русланом Грицевым, вот, значит, тоже, значит, и благоставляю его. Кстати, со Львова еще разговаривал с Владимиром, значит, надеюсь, уже тоже подключился и Владимир, и Марина. Да, если подключились, то тоже вас благоставляю, тоже, да, и вообще благоставляю вас. Молюсь со вчерашнего дня за вас, особенно так вот после разговора, после, значит, там, короткого по телефону. Вот, я думаю, будете хорошими служителями во Львове как раз. Вот, так что епархия львовская будет развиваться как-то, да. Слава Богу! И не просто как-то вообще развиваться в благословенной епархии. Слава Богу! Мистолева! Вот, и за епископа Юрия молюсь тоже, Юрий Михайлович, благоставляю вас во имя Иисуса Христа. И Нины Ивановны благоставляю ваш дом, вашу семью благоставляю. Слава Богу! Это прекрасно! Вот, тем более, что тоже у вас, вашего полку прибыло тоже в Крыму. Слава Богу! Благоставляю всех ваших служителей, помощников ваших всех. Слава Богу! Вот, пусть Господь благоставит нас всех во имя Иисуса Христа. И сегодня, и вот все эти дни, получается, неделю целую, больше, темой будет преображение. И следующее воскресенье, тоже, кстати, если следующее воскресенье будет, кто в Киеве, приезжайте. Приезжайте, приходите на служение, также с 9 утра сюда, на Гловскую. Улица, Леонида Первомайского, 6, на УТОСе. Добро пожаловать! Вот, следующее воскресенье, тему продолжим, как раз. Вот, я попрошу тоже, вот, тоже, и поддержки такой, и моральной, и духовной, значит, там, да, всяческой поддержки. Вот, и, да, если там... Завершить трансляцию, да? Да, продолжить. А тут повторить попытку завершить трансляцию. Да, повторить попытку, да, да. Там бывает, да, почему-то тормозит в ВФ. Ну, ничего, есть запись, я выставлю запись на Ютуб, значит, поэтому, значит, там будет без этих тормозов. Вот, но те, кто онлайн, если что-то подвисает, зависает, то, значит, не обессудьте. Вот, надеюсь, самую основную мысль вы уловите. Вот, пока. Помолимся. Я не взял других распечаток, не нашел я, только вот... Там кто-то благословит моего сына Александра, благословите там. Благословляем Александра, да. Да, кстати, тоже, Андрей, попрошу, если кто-то будет нам что-то писать... Защита, там же три было. А, все, значит, если кто-то пишет нам какие-то там сообщения, хотя бы короткое оглашение нужно тоже. Что-то тормозить начало опять, ну, опять повторить попытку. Еще раз, еще раз, попытка, не пытка. Я не вижу движения, ни движения на экране не вижу. Должно появиться. Рукой-то видеть. Опять мне удалось подключиться к сети, опять повторить попытку. Что-то он висит. Ничего, я сейчас делаю... Переплечу, у меня там и лайф, и этот, билайм. Когда они подвисают, надо другой переключать. Ну, так, потому что вы не видите. Все, короче. Ну, минуты идут, а... Так, сейчас. Так, завершу трансляцию. Вот, извиняюсь за технические некоторые неполадки. Вот. Вот сейчас первая часть сохраняется. Я включаю вторую часть. Вот, я уже предусмотрительно сделал такие наброски. Так, интернет сейчас я сделаю просто с другим оператором. Это у меня Киевстар, вот, который стал подвисать. А я теперь сделаю лайф. Лайф из лайф. Так, надеюсь, лайф не подведет. Сейчас он подключится. Да. О, пошел веселее как-то лайф. Так. И темой их является преображение. Господне преображение. А вот тоже, да, шалом пишут здесь. Уже вижу, уже здесь уже сообщение. Угу. Слава Богу. Так. Правда, не понял, от кого сообщение. Ну, потом разберемся. Я постараюсь уже дома, уже тогда уже почитаю. Сегодня после уже, ну, ближе к вечеру. Почитаю сообщение. Вот. И... Так, сейчас. Вот так вот, вот таким образом. Вот. И тогда уже... Может, братик, сейчас-то сделаю вот так вот сейчас. Так. Угу. Запуск. Наслезайся. Он уже пошел, да? Вот в эфире. Да, все. Вот вторая часть прямого эфира. Получается у нас. Помолимся. Спасибо, Господь, за все. Благослови нас. Благослови сегодня Киев. Благослови, Господь, Украину. Во имя Иисуса Христа Божия. Благослови, Господь, и все постсоветское пространство. И благослови, Господь, во имя Иисуса, всю нашу страдавшуюся землю. Боже, благослови Израиля сегодня, благослови Иерусалим. У меня здесь талит, талис такой мессианский, еврейский, как раз вот такое напоминание постоянное о молитве как раз за Израиль, за Иерусалим во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Господь. Благослови, Господь, и все. Благослови, Господь, и все. Благослови, Господь, и все. Иисусу слава на веки, на веки. Аллилуйя, Аллилуйя, дякую Тебе, Боже, Боже всемогутний. Моя молитва, нехай блине, до Тебе начальфи меня. И сердце лине безупино, в чудовий Твій небесний храм. Еще раз. Моя молитва, нехай блине, до Тебе начальфи меня. И сердце лине безупино, в чудовий Твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю Тебе за людей. Тих прости, Тих спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами. В храмі своєму під небесами, радість і мир Ти дарував. Життя за людей, да, в книгу життя нас записав. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю Тебе за людей. Тих прости, Тих прости, Тих спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами. В храмі своєму під небесами, радість і мир Ти дарував. Життя за людей, да, в книгу життя нас записав. В своєму слові живому Ти для людей ведіння дав, Щоб люди всі молились тому, хто на Христі за них мира. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю Тебе за людей. Тих прости, Тих прости, Тих спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами. В храмі своєму під небесами, радість і мир Ти дарував. Життя за людей віддав, в книгу життя нас записав. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Символ віри. Вірою в Єдиного Бога Отця Вседержителя Самогутнього, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився першо всіх віків. Світло від світла, Бого істинного від Бого істинного, Рожденного, Несотворенного, Єдинасущного за цим, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, І воплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком. І розп'яти був за нас при Понтії Пелаці, і страждав, і був похований, І воскрес на третій день, як було написано, І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, І знову прийде у славі судити живих і мертвих, І царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Істинного і Животворчого, Що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином Однакове поклоніння і однакова слава, Що говорив через пророків, В Єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву Визнає одне хрещення на відпущення грігів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого вігу. Амінь. 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 Царю мій, пане мій, Ісусе кохане мій, Заспіває моє серце знов Про Тебе про ясного, що дав мир і щастя нам, Про Твою безмежною любов. Довго блукали, ми слухали лукавого, Покривилися наші путі. І коли вся згаснула зіркою ясною, Ти зійшов у нашому житті. Вся слава Тобі, вся велич Тобі, І Ти один гідний хвалу всю прийняти, Ти пан над панами, Ти цар над царами. Тебе буду я все життя прославляти. Тебе буду я все життя прославляти. Алілюя. 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 Слава Богу. Ой, люблю петь українською мовою. Оно прямо аж как на хліб мажеш. Так смачно. Слава Богу. Пусть Господь благоставит. А, кстати, одно из таких следствий реформации И одно из действий реформации И побочных явлений Таких удивительных реформаций Это пробуждение такого национального самосознания И языка, и культуры. И вспомнить, взять допустим реформацию в Германии Да, шестнадцатого стамента. На вики слава. Богу святому. Алілюя. Да. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Вот. И да, когда вот началась реформация в Германии То да, это, кстати, это послужило даже вообще Началом по сути германской государственности Потому что были разрознены эти германские народности Всякие земли, которые Себя друг с другом особенно так вот не роднили даже Вот, значит, и Лютер, его заслуга Одна из, ну, таких признанных Общечеловеческих таких заслуг Он по сути был, ну, не знаю Для германского, немецкого языка Это как, допустим, не знаю, там, допустим Братья, наверное, Кирилл Мефодий Там, можно сказать, ну, допустим, да Или, там, Пушкин Александр Сергеевич Хотя Пушкин и был, конечно, религиозным деятелем, но А, Франциск Карина, о, Франциск Карина Но он не создал Белорусский Он не создавал, нет, нет Нет, он перевел раньше Лютера Перевел Новый Завет На белорусский, да В 1517-м он перевел уже почти весь Новый Завет А, Лютер только начинал реформацию А Франциск уже начал раньше Да, да, да В Праге, потому что пропитался идеями гуситов Да, гуситы, да Он умер в Праге, похоронен в Праге тоже Франциск Карина? Да, могила только не найдена Он там умер Я видел памятник ему на окраине Праги А, я был в Праге, но не видел И памятная доска в центре висит его тоже А доску и видел, да Я знаю, что издание было там, в Библии А памятник ближе к краю, там, Прага-10 Где-то этот район Интересно Вот так вот Да, вот так вот, так что, да Но По крайней мере, вот Да и Лютер, он не создавал как таковой германский язык Немецкий язык, да Вот, и, кстати, музыкальная Вот, была реформация тоже при нем То есть, его можно сравнить там, да Не знаю, Пресли Того времени Вот, реформатор был музыкальный там Или там, не знаю, с чем его сравнить еще Ну, одним словом, музыкальный был Новатор и реформатор Он просто взял вот эти немецкие хоралы Это же его детище Вот, по тем временам это было, вообще это было Немыслимое дело Вот, значит, но даже враги реформации Они, значит, признавали Что во многом идеи лютера Идеи реформации Продвигались за счет Как раз вот этих пений Народного пения Он взял Старые германские многие песни Народные такие мотивы германские Известные всем Которые обычно только в каваках раньше и пели Так, как бы Вот, но все пели Как, типа, шумел камыш там, значит Там, значит, там Из-за острова на Стрежень Там, что-то еще там, не знаю Ну, какие-то там еще там, да Вот такие Вот, какие-то такие Застольные там Ой, мороз, мороз Ну, все там Ну, какие-то такие еще Вот По диким степям Забайкалья Там, значит, там еще что-то Вот, значит, Сейчас на память приходят какие-то Застольные такие Известные А вот, значит Или в Украине там Неса галя воду До гора мыслах наця За наиванку Як барвы на куец То есть, как бы Вот, значит, тут всякие там Песни такие Малови есть Народные, да Вот, и в Германии Были свои песни А лютер молодец Смекнул Что узнаваемо Своё Германское И он стал это продвигать И многие Песни Христианские Уже, да Вот, сочиненные Гимны им Они сочинялись на Вот, ложились на Вот эти вот мотивы И стали исполняться И в храмах Конечно, для Сознания религиозного Это был взрыв мозга Как говорят сейчас Значит, как можно было Петь, значит Наркопатские Народные Сельские мотивы Церковные гимны Как бы Но это имело Очень сильные последствия Потому что Если даже Какие-то религиозные лидеры Как бы Конечно их коробило Но простой народ Валом валил Как раз вот Валом валил В храмы Вот, значит И даже потом Там писали Что Проезжая германские Северные земли Многие наблюдали Такую картину Допустим Какой-то там Перекур Допустим Селяне работают В полях И вот у них Какой-то там Перерыв на обед Допустим Они там Кушают Что там Немецкие Сосиски С капусты Вот Но Они пели эти песни Селяне Обычные селяне Лютеровы Песни пели Вот Даже Некоторые песни Старые германские варианты Их забылись А вот Лютеровы слова Они остались И у него таких Именно христианский смысл Вот Слава Богу Так что Прекрасно Вот И в Украине тоже сейчас Действительно Сплеск такого Национального самосознания Вот Конечно Он еще довольно слабый Еще довольно-таки Но Дело движется Слава Богу Вот Вот Да Слышите? Это Не наша колокольная Но А дальше Все равно приятно Все равно приятно Да Люблю когда Где-то запись сделаю Раз И колокольный звон пошел Приятное На сердце Вот Надеюсь вам слышно Подарок западной церкви Да кстати да 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 Святой Павлин Павлин В четвертом веке Малина вызвал Не от того что Малина А город Малин Город Малин Поэтому Малина вызвал Ага Я думал от Малины А до этого Как бы считалось Такую Малину испортил брат А Я думал от Малины Теперь буду за счет От Малина Город Малин Он был в Европе И вот Павлин Святой Это же латинская традиция Били колокола До этого били в било Било да На Руси били тоже било И первое время не признавали Говорили что В западном биле да Говорили вот В Киво-Печерской лавыке Шумы Только латыняне Бьют в них Да 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 Православные противились этому Да очень сильно Многие там Юритиками считали Даже не верят Рассказываешь не верят Что это не православная традиция Нет По истории да А если брать еще дальше До того как билы были Были шафары Были трубы Да на востоке В православных древних церквях Православных Эфиопские Эфиопские Копские Другие там эти Да шафары Потом стали билы эти Знаменитые да Вот значит В монастырях в основном А потом да На Руси кстати На Руси так их и называли Даже до сих пор Во всех древниках православных Колокола называются Кавпаны От французской провинции Кавпань Компании Вот оттуда потому что была Ну как бы там был бизнес этот И оттуда Привозили первые колокола Как раз вот Которые повесили официально Здесь уже Вот в Киеве там и прочих городах Так что да вот Так что Вот ветворное влияние запада Сегодня А сегодня воспринимается как Исконно православное Как бы Свое Такое вот До мозга костей Свое все прочее Скорые талиты Глядишь и скажут Исконно православные Вообще Это как бы Это свое Оно постепенно Привыкается Потом это уже свое кажется На самом деле А на самом деле Поделить все Божье Вот Вот Пусть Бог благоставит Да Там Пишет 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 здесь А вот здесь она транслируется Вот Я значит Скажу Да Сегодня Предпразднество Преображение Господа Бога И Спаса нашего Иисуса Христа Так в календаре Как раз вот И обозначено Вот Тема преображения Уже сегодня начинается А Делюсь Сегодня словом Как раз О преображении Преображение Значит Ну во-первых Конечно В служении Иисуса Да Жизнь Иисуса Да Это конечно самое первое Что мы должны вспомнить сегодня Потому что это как бы Ну даже сам праздник Он назначен Как вот Преображение Иисуса Да Как оно было Помните Да все С чего все началось Что он взял учеников Сколько он учеников взял Два Не Три 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 Да Петр Иоанн Яков Скорее всего это было не летом Исторически Скорее всего это было осенью Потому что первое что с просонок у Петра в уме возникло Построим кущи Суки Потому что благочестивому еврею негоже было спать И вот находиться Вне кущи Да на празднике Поэтому они видимо уснули не потому что просто вот Легли поспать А то что уже настолько сильно устали видимо Что вот просто оно само собой естественно получилось У них были не заснули Вот Из-за утомления А проснувшись сразу же построим кущи Стоп Надо же Ну раз мы здесь будем еще Может день Может проведем здесь еще То кущи построим Вот Значит Петр, Яков и Иоанн Да Значит и Вот эти с Макси Прочитайте как раз вот там Да Не-не-не там мне звонят просто Звонят? Да А Ладно тогда Нет, к сожалению нет Ааа Ага Здесь у меня трансляция идет сейчас Вот Сейчас я могу интернете писать Да Да Вот этот фрагмент Да Фрагмент Да Именно там есть с небольшими вариантами У Матфея Да? Очень интересно И у Матфея интересно написано тоже Вот И плюс еще у Петра в послании соборном Тоже очень красиво он так вот Очень образно доносит как раз до нас Эту историю Преображение Вот И произошло Тем более что на Суккот Поставление кущей там Слишком много как бы и хронологически совпадает Как раз с осенью именно Не летом Именно осенью Вот И плюс еще совпадает с тем еще что там Возле Иисуса были гости дорогоценные Да Которые сразу были узнаны Всеми тремя свидетелями Этого преображения Вот Они не гадали кто же это Допустим может быть тот пророк Или тот пророк Они сразу узнали кто это Во первых И во вторых В Божьем измерении Там сразу все знаешь кто И что и почем Вот Матфея 18 Можно у Матфея Да лучше у Матфея даже прочесть Потому что там как раз вот у него У него Матфея чем нравится У него по хронологии все очень четко Вот Выдержано Да Приветствую Приветствую Слава Богу Слава Богу Да Вот сейчас Да Приветствую 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 Да Слава Богу Так что Водичку А есть вода Есть вода Так читаем Внимание Да Слава Божьем Так Матфея 17 По прошествии дней шести Взял Иисус Петра Иакова Иоанна Брата его И возвел их на гору Высокую Одних И преобразился Пред ними И просияло лице его Как солнце Одежда же его сделалась Белыми Как снег И вот Явились им Моисей И Илья И с ним Бестегущие Присем Петр Сказал Иисусу Господи Хорошо нам здесь быть Если хочешь Сделаем Здесь Трекущий Тебе одну И Моисею одну И одну И Ильи Тогда Он еще говорил Все облако Светлое Осенило их И все глаз Из облака Глаголящий Все есть Сын Мой Возлюбленный В Котором Мое Благоволение Его слушайте И Слышав Ученики Пали на лица Свои И очень Испугались Но Иисус Приступил Коснулся Их И сказал Встаньте И не бойтесь Возведя же очи Свои Они никого не увидели Кроме одного Иисуса И когда Сходили они С горы Иисус Запретил им Говорят Никому не сказывайте О всем видении Таколе Сын Человеческий Не воскреснет Из мертвых Да Слава Богу Да Вот как раз момент Тоже значит Преображение Иисуса И Возле него Моисей И Илья Моисей И Илья Вот И Опять таки Эти люди С одной стороны Как бы Их нет среди живых С другой стороны Как бы И Со всеми мертвыми И не назовешь Хотя Значит Моисей Да Хоронили все Да значит Но Ну как хоронили Его тело не нашли Будем так сказать Он умер да Но тело ему не нашли Вот значит И С Ильей вообще даже Описание даже есть Потрясающее описание Как он пережил восхищение Возможно Моисей нечто подобное Он тоже пережил Значит Да Такую как бы смерть Как бы смерть Просто мы не знаем деталей Просто Вот Без свидетелей все это происходило Вот Но По крайней мере Так кстати Моисей получается Он когда просил Он же хотел бы зайти туда Вот как раз В землю обетованную В гору видел Увидел с горы Да С горы только Бог показал ему с горы только Землю обетованную Землю Израиля Но самому ему не суждено было тогда Войти в землю Но Бог Действительно Ему приготовил Лучшую долю даже Он получается Как бы Ступил таки на эту землю Израиля Вот Уже спустя там Сколько лет Ну тысячелетия там больше Значит Да получается Да значит Потому что Исход начался 3331 год тому назад Вот И пять месяцев Вот получается Да Потому что если отчет лет Библейский Вести Есть от сотворения мира Традиционный такой Отчет Согласно Библии Да если Можно проверить его По годам рождения Там Всех От Адама начиная То Вот В конце сентября Будем встречать Мы Уже 5770 А 780 Сейчас 79 Заканчивается Да Вот И Но От исхода Второе исчисление Тоже есть такое Тоже есть исчисление От исхода Вот И тоже по просьбе Самого Господа Месяц Он сказал Да будет начало месяцев Года у вас Отчет и месяцев Поэтому и лет Идет еще исчисление От исхода Вот сейчас Пятый месяц 3331 Года Вот От нашего исхода Вот И так вот Но Моисей Да он не смог взойти Тогда Но взошел Уже во времена Машиаха Во времена Христа Взошел в землю Израиля Вот И видел Мессию Лицом к лицу уже И Илья и Моисей Вот Конечно удивительная картина Вот И Преображение Самого Моисея Тоже Если в Новом Завете Так четко Описано Преображение Иисуса Вот Хотя Можно предполагать Что и были другие Преображения еще Но вот Один эпизод Прям записан Четко и ясно Прям При свидетелях При трех свидетелях То В Ветхом Завете Да До Иисуса Вот так же Очень четко Был пример описан Как раз Но не на горе А уже после выхода Схождения с горы Самого Моисея Преображения И он тоже Просиял Моисей Он даже Я так понимаю Может даже и не до конца понял Что с ним произошло И его просили покрывать Покрывало даже Покрывало А потому что люди Даже Ну понятно и боялись Каково же Да значит Пришел Моисей И весь светится Сияет Вот Поэтому просили его Немного значит как бы Пригасить свет Прикрыться Чтобы не так Не так слепило Вот И Отец Алексей пишет Слава Иисусу Слава навеки Богу Святому Алексей Иванович Слава Богу Так что рад вас Надеюсь скоро Увидится уже лицом к лицу Слава Богу Благоставляем вас Молились сегодня И молимся снова за вас Благоставляем вас Ваш дом Ваше служение Все ваше Аллилуйя Слава Богу Да Хорошо что Вот есть интернет Такой онлайн собор Что Люди могут подключаться Вот И О преображении Моисея Значит Так же Конечно Илья тоже Пережил такое Как бы Преображение Будем так Преобразование В огненном вихре Таком Когда он был восхищен уже Момент восхищения уже В небесах Он описан очень Зрелищно Красочно конечно Вот И много картин Много художников Он себя по-разному Представляет У меня тоже есть Некоторые кстати Эскизики Вот Как это можно изобразить Как вот Видится мне допустим Само Образ восхищения И как раз В моем эскизике Значит Как раз Там преображенный уже Илья То есть он Не просто даже Как вот Обычный человек Да А как уже преображенный Уже входящий во свет То есть как бы Не просто колесница Огненная Но и сам он уже Вот такой Уже имеющий Другое уже тело уже Будем так говорить Вот момент Мне всегда этот момент Очень завораживал всегда Такой трансформации Какой-то Момент такой какой-то Вот Как вот написано В Новом Завете Что При гласе Архангела Да При трубе Божьей Господь сойдет с неба И мертвый во Христе Воскреснут прежде А потом и мы Оставшиеся в пришествии Господни Восхищены будем На облаках Встретение Господа На воздухе И так всегда с Господом будем Вроде просто описано Но Картина такая Ошелобляющая Что уже два тысячелетия Уже будоражит умы Верующих Конечно И каждый конечно представляет В каждом поколении Представляется что-то По-своему Как-то Совершенно может необычно В своем свете В своем свете Но Это потрясающая картина Потрясающие события Которые Предстоят нам Да То есть будет Последнее поколение Которое Не застигнет смерти В таком вот Обычном Привычном Варианте Как вот Принято Тело без духа мертво То есть дух покидает Тело И тело без духа мертво Значит И душа Как говорится вон Уходит Вот значит А будет поколение Последнее Людей Да Верующих Которые Преобразятся При гласе Архангела При трубе Божьей Вот просто Произойдет Такая трансформация Как необычная такая Слава Богу То есть прославленные тела Жилища Как Павел пишет интересно Что мы желаем Не совлечься Но облечься В небесное наше жилище Чтобы смертное Было поглощено жизнью На сие самое И создал нас Бог Написано И дал нам залог Духа Святаго То есть вот такая вот Тоже потрясающая Каримфина Он пишет картина такая Вот из послания Там выборочно Если брать Можно такую картину Себе какую-то Более или менее Уже ясную Представить Хотя тоже не ясно До конца Честно говоря Все очень так загадочно Но наше дело Конечно Не это Наше дело Немного иное Совсем Вот Потому что Это Господь совершит Вот такое преобразование Как это произойдет Мы Детали до конца И так и не поймем Сами не переживем это Вот Как говорится Сколько не говори Халва Халва Барту Слав Кагестанин Это короче Пока сам не попробуешь Вот Я даже Когда Свидетельствую Допустим Несколько раз Допустим Бывало что Рассказываю О своем каком-то опыте Допустим Посмертном Смертном опыте Выход из тела Перед Господом Быть Значит там И это знание Не понаслышите А когда Пытаешься объяснить Конечно Несколько раз Так ловил себя На том что Понимая что Все равно Не понимают люди Ну понимают по-своему Как-то не то совсем Я обычно Как говорил Каждый раз Ну ничего Помлете Сами поймете Вот Потому что Сколько не объясняюсь Он все равно Реально Ну не поймешь Это совсем другое Совсем другой мир И Намного Больше Более реальный Поэтому я иногда Говорю так Что более реальная Реальность Будем так говорить Это реальность Хорошая реальность Божья Да Это же творение Божье все Вот значит Но Эта реальность Она не такая реальная Как Божья реальность Вот И Допустим вот это тело Да Я в нем живу Как в хижине Написано в Библии Да Как в это жилище Вот Но самое интересное Здесь Вот это тело Оно более реальное Медицина Наука Науки всевозможные Изучают это тело Допустим Да Но Душу не нащупаешь Ее можно так лишь Так вот Где-то изучать Психологию изучать Допустим Богословие Но все равно Это Как бы такая Вот Как бы кажется Нереальная Такая реальность Но на самом деле Вот как раз Именно это И есть более реальная реальность Вот Вот Я нахожусь В этой менее реальной реальности Вот Ой Спасибо тебе Господь Вот А само преображение Вот Древние мистики еще говорили Еврейские мистики говорили Вот Что О преображенном Ну Для нас Как бы преображенном На самом деле Это не было еще преображенным Это было как раз вот именно В настоящем Его бытии Адам Наш праотец И наша праматерь Ева Адам и Ева Наши прародители У Адама В древней мистике еще говорили Что вместо крови Был Свет Божий Дэн приветствует И Алексей Иванович Савыслух Христу опять что-то Да 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 Приветствуем Ну короче Всех там подключился Всех приветствуем И у человека был Свет Внутри Божественный свет Вот И потом Да Душа В крови Появилась Вот Вот И И Соответственно Потом уже и смерть И все Да Нормально Есть фильм Христианский Восхищение Ольга Асатова пишет Ага Да да Кстати много вот Христиане снимали И в 70-е годы Еще старых фильмов Интересно таких на эту тему Вот Из современных Значит Уже с компьютерной такой Значит Технологии Снято Вот Очень интересно конечно Но опять-таки Все равно это вот Представление какое Оно будет Вот Те Приветствую Приветствую Слава Богу Вот Мы можем лишь опять-таки Как-то представлять Воображать себе Но Детали не знаем Вот И Преображение Человека происходит От Того Кто создал От нашего Создателя Вот И О Мессии Говорится О Христе Да Что он есть свет Просвещающий Всякого человека Приходящего в этот мир То есть по сути Сам Христос Является этим светом Который Ну вот скажу так Просвещает всех И вся Каждого человека Даже если Человек допустим Вот сейчас допустим Вырос да Взрослый человек И допустим Находится В позиции Какое-то странное очень Вероучение Там Политики Или допустим вообще атеист К примеру Заявляет что он полностью атеист Все равно Свет Христа Он просвещает всех Если человек Даже если он Такой Махровый атеист Да Но если он Один на один Останется Даже самим собой И начнет вникать в себя Допустим Вспомнит что-то Из раннего детства Вспомнит что-то Такие моменты Все равно он Вспомнит о свете И поэтому Еврейское слово Покаяние Да Еще означает Как бы Вернуться Прийти в себя Вернуться к началу Как бы Вспомнить все Вспомнить То есть И обычно Я говорю что У человека Любого который Пережил Обращение Покаяние Или переживает Покаяние Какое первое чувство Или одно из первых чувств Возникает У человека И у меня так было Значит Что А где я был раньше Почему раньше И Чувствую что То что было до того До этого момента Обращения Как будто это было Кверх тормашками А вот теперь Нормальное состояние Мое я вернулся домой Вернулся В свое нормальное состояние Да Это новое Потрясающее Но это естественно Это как раз вот Ну природное мое Это мое Это мое Вот это и есть Покаяние Вернуться к свету Вернуться Именно к Тому От кого мы В общем то и Отпали Возвращение Еврейское слово Да Тшува тоже Возвращение Возвращение Вот Слава Богу Прийти в себя Вернуться к Создателю И вот я говорю что Кстати еще пример тоже Привожу обычно Когда о Тшуве говорю О покаянии Вот самая хорошая Иллюстрация Это самого Иисуса Христа Как раз Притча да Вот о блудном сыне Когда этот блудный сын Он там возле Уже свиного корыта Уже жил уже Вот с крюшками Представляете уже Все уже Вот жизнь такая Уже ниже плинтуса Что называется все Даже к свиньям Относились лучше Вот знаете Этим хозяевам Чем к нему там Он мечтал напитаться рожками Которые ели свиньи Представляете Вот Свиньи или там досу А он там в проголоде жил Значит И вот в таком состоянии Он пришел в себя Пришел в себя Написано да Вот момент Как раз Чувы Потом он рассуждал Это тоже чува Начать думать своей головой Да Запустить процесс Мыслительный Это чува Потом он Действие Другое Уже физическое действие Он встал и пошел Тоже чува Предпринимать шаги Определенно да Значит и вот И быть принятым Обласканным Богом Это тоже чува Попытки Объясниться И оправдаться И попытки Вот Сказать что Я не достоин там Назваться сыном твоим Это не чува Это Это не чува А вот именно Быть принятым Да вот это чува То есть если бы сын бы По-прежнему сказал бы Нет я не достоин И отец обнимашки Целовашки Он по-прежнему Он по-прежнему Так и не принял бы Обнимашки отца И не принял бы отца Это не была бы Чува Вот это было бы Его поражение Значит это Попытка была врага Как раз вот Своих пять копеек Ставить как раз Опять его вернуть На блевотину Или как вымытая свинья Опять грязь Болтыхнуть его Хотел враг Вот значит Потому что вот Он начал такие слова говорить Я не достоин называться Сыном твоим Вот значит При меня как-то Одного из наемников Там прочее Это не чува А вот чува быть принятым И вот И он значит как раз В доме отца Самая вот Потрясающая Высшая степень чувы Да Это уже в доме отца Пир на весь мир Там мясо Все там Ну как бы Знаете ли да там Пир Пир такой А вот Старший сын Да вот он Из-за вот Непринятия Да вот значит Из-за вот Гордости Да Оказался вне дома отца Поэтому Притча С таким как бы Вроде хэппи энд Но не совсем Хэппи Не совсем там Счастливый конечно Потому что там вот Такая нотка такая То есть Останавливается притча Обрывается на моменте Как раз таком ну Что значит Человек Вроде бы всегда вот Он с отцом Но Вне отца Получается Как бы вне дома его Вот так вот Хорошо И вот Господь Да благословит нас В этом свете В этом Божественном свете Преображения Кстати в истории христианства Тоже много таких Интересных эпизодов Правда не ясно Какие из них Эти таких эпизодов Ну Насколько они Реальны эти эпизоды Вообще Насколько они вот ну Правдашны Но И в православной И в католической И в протестантской Традиции Много очень Примеров Вот таких вот Именно Десятки примеров Такого Преображения Людей В разных Странах Континентах Вот В православной Традиции допустим Первое что там Сразу вспоминается Это вот Серафим Саровский Да допустим Вот его Беседа с Матавиловым Правда Значит там Много неясности Но По крайней мере И много там Каких-то там непонятных Вещей для меня Но самое впечатляющее Как раз Именно вот то что В момент преображения Да значит Когда Матавилов там Ужаснулся нам И удивился вот Именно вот этому Сиянию Духа Святаго Которым просияло лицо Как раз значит Вот этого Серафима Старца Вот В католической традиции Там тоже есть несколько случаев Таких из отцов Древних По крайней мере Которые переживали Преображающую силу Просиялись Просияли И из древних Православных Сергия Радонежского Рассказывают Пишут тоже Момент преображения Но там Не конкретно И там Не о нем больше А о сиянии В его келье Как бы там То есть То есть То есть в то время не было Такого Электричества Да будем так говорить А у него Келья просияла И монахи ночью Видели как бы Сиять этого Да 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 Но его самого Они не видели Просиявшим То есть Ну это можно предполагать Что и он сам был Просиявшим Да Там много других Примеров Ну несколько десятков Таких примеров Из истории Разных Отцов С мотовилом Там все Как бы Лицом к лицу А в основном Такое Некое сияние допустим Интересные такие эпизоды Интересные такие примеры Такие вот И И жизни Протестантских Тоже таких вот Известных Авторитетных отцов С одним из которых Я лично просто общался Вот Застал его Живя еще в теле Вот Сейчас уже брат уже На небесах Уже с господом Иван Петрович Федотов Федотов Иван Петрович Последние годы Жизни он жил В Малоярославце Московской области Вот Я у него был в гостях Значит И застал его еще живым еще Вот И ушел в вечность Брат уже Такая живая легенда А я прочитал Книгу О нем как раз Его автобиографичную книгу Кстати Рекомендую Очень хорошая книга Интересная Я ее Давно приобрел Но Она у меня все лежала И лежала Как-то вот До поры Вот Но однажды я все-таки Достал ее и Зачитался Думал ну хотя бы Ну начну читать На одном дыхании Все прочитал Его автобиографичную Вот именно живое свидетельство Живое свидетельство Он там все по ссылкам По лагерям По тюрьмам По каторгам там Я не помню сколько лет Он прожил там в вузах Там не то лет 30 Что ли там Ну больше 20 точно Ну в общей сложности Там по разным Там у него была И расстрельная статья И потом просто В последний момент Заменили расстрел На приставление На длительный срок Там тюремного заключения Вот значит И потом там 7 лет Там 5 лет И короче Прибрежными Не давали ему Вот и в общей сложности Набежала там Ну там лет 30 Там тюрьмы За Христа Именно за проповедь Слово Божьего Вот начиная еще с юности Когда вот его пристали Ничего не расстреляли Как молодого проповедника Просто в последний момент Значит заменили ему Как вот еще Совсем молодому Еще заменили На длительную Эти вот Ну тюрьму Короче Лагеря ГУЛАГ Этот Вот и он там Выжил И вот я лично Я прочитал Когда вот эту книгу Значит Встать суд идёт называется Встать суд идёт Вот и Прочитал И Я так вдруг Мне сообразилка Сообразила Значит думаю Стоп так он еще живой еще Брат то И я так понимаю Что уже старый Совсем уже человек Думаю стоп так Мне надо с ним увидеться Хотя бы ну Уйдет человек уже В вечности И как бы я с ним Даже не переговорю На небесах понятно Там наговоримся Но мне то интересно Здесь сейчас поговорить Тем более у него были моменты Которые там я отметил Которых мне очень интересно было Узнать Ну подробности Будем так говорить Я поехал к нему Созвонился Вот с его помощником там Вот значит Приехал к нему значит Иван Петрович меня разместил Там у себя дома Вообще классно было Хорошее время общения Вот И у них там проповедовал В собрании В Малой Ярославце А там попросили У них такая Ортодоксальная Песятническая церковь довольно Попросили меня безрясы Проповедовать А у меня даже не было Хорошей рубашки Ну значит Говорю а у меня бы Ну одним словом Мне благоставил Своей рубашки Я еще В его помазанной рубашке Проповедовал Он комплекция такой же Как я был Значит и Значит и И Там на служение меня И благоставлял на служение Мое такое реформаторское Православное служение У